Сегодня у нас, сегодня необычный для нас формат, мы вышли вечером в эфир, обычно мы это утром по Москве в 10-11 утра выходим, но сегодня вечером, поскольку у нас наш гость выступающий будет выступать у нас с Америки и расскажет о том, какой путь жизнью он прошел, профессорский, и расскажет, чем он занимается. Евгений, прошу вам слово. Ну, прежде всего, большое спасибо всем, кто подсоединился к этой видеоконференции, спасибо за ваше время, я надеюсь, что разговор будет интересный и, может быть, даже чем-то полезным. Я хочу сразу извиниться за то, что иногда моя речь может быть не совсем складная, потому что это мое первое публичное выступление за последние 30 лет на русском языке, поэтому иногда может быть что-то не совсем правильное, не совсем хорошо. Я постараюсь сделать как можно лучше. Как вы видите, я выступаю, значит, из своего дома, значит, мы находимся в небольшом поселке, который называется Потсдам, кстати, очень удивительное название, потому что Потсдам это город в Германии, но у нас здесь в Америке очень много поселков, городов и больших и маленьких с европейскими названиями, ну, например, рядом с нами 3 часа езды, это считается рядом. Есть довольно большой город Рим, американский город Рим. Значит, несколько слов про наш поселок. Значит, это небольшой поселок, примерно 10 тысяч населения, это население почти удваивается за счет студентов, когда приезжают студенты, летом, значит, здесь достаточно пусто, а остальное время много студентов. Значит, у нас здесь два университета, один это Клаксон университет, это частный приватный университет, в котором я работаю, а другой соседний университет в этом же поселке, это стейтовский университет, это университет, который финансируется напрямую Нью-Йорк-стейт. Значит, на расстоянии примерно 10 миль, то есть это примерно 16 километров, находится еще один небольшой поселок Кэнтон, кстати, китайское название, в котором находятся еще два университета, один тоже частный и один еще государственный, так что в радиусе 16 километров у нас 4 университета, так что достаточно такая академическая атмосфера. Ну, прежде всего, я хочу сказать несколько слов о себе. Значит, меня зовут Евгений Кац, я профессор химии в университете Кларксона, Кларксон университет. Мой титул это Full Professor, ну, Full, так сказать, не означает, так сказать, толстый, хотя достаточно тоже можно к этому приложить, но это означает, что это максимальное профессорское звание в Америке, и они есть несколько разных уровней, есть Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor. Вдобавок к этому, значит, я имею титул Endout Chair, значит, это очень сложно перевести непосредственно на русский язык, я могу просто объяснить, что это такое. Это означает, что кто-то организовал вот такое почетное именное позицию, позицию такую, в эту позицию вложено несколько миллионов долларов, и, значит, с этих денег я получаю ежегодно какой-то небольшой процент для финансирования моего, моих исследований. Значит, это немного, это где-то порядка 50 тысяч, это небольшие деньги, но это достаточно почетное звание. Таких званий у нас в университете буквально 3 или 4 на весь университет, а в Америке, я думаю, что их где-то, ну, максимум, может быть, по сотне-две сотни таких позиций. Значит, я занимаюсь в основном химией, связанной с биологией, то есть это различные биосенсоры, биотопливные элементы, биомолекулярные компьютеры. Ну, немножко нехорошо звучит это на русском языке. И, значит, что я могу еще сказать, значит, о себе, значит, ну, на данный момент у меня где-то немножко больше, чем 500 публикаций. Если вы знаете, что такое H-индекс, у меня H-индекс 93. Для тех, кто не знает, могу сказать, что это индекс, который одновременно отражает количество публикаций и качество публикаций. Качество оценивается по количеству цитирования. То есть H-индекс 93 означает, что у меня есть, по крайней мере, 93 статьи, у которых цитирование 93 и выше. Ну, есть статьи, которые там по несколько тысяч раз цитированы, но вот bottom, нижняя линия, это 93. Значит, это вот индекс, который отражает мое цитирование. Значит, я, кроме того, значит, имел какие-то международные призы, в основном от Международного электрохимического общества. И, значит, когда-то, несколько лет назад, я был включен в список наиболее цитируемых профессоров. Где-то в первую сортню попал по всему миру. Так что это было достаточно для меня приятный почет. Значит, что я могу сказать про свою историю? Значит, как я дошел до этого состояния? Значит, я поступил в Менделе... На, стоп. Значит, давайте начнем еще с детства. Значит, я думаю, что очень важный момент, который определил мою судьбу, это было чтение научно-фантастических книг. То есть, начиная с Жульверна, Уэллса, дальше Шекли, Азимов, ну и так далее. Я думаю, что эти многие вина для вас знакомы. К сожалению, я вижу, что сейчас молодежь, по крайней мере дети, больше читают не science-фикшн, а фэнтези про всяких вампиров, драконов, ведьм и так далее, волшебников, что не приводит, на мой взгляд, к интересу к науке, в отличие от того, что у меня интерес был пробужден чтением вот этих вот фантастических романов про путешествия в космосе и так далее. Я поступил в Менделеевский институт, тогда это был институт, на факультет физической химии, специальность радиационная химия в 1970 году, закончивая его, соответственно, в 1976 году, но я исчез из этого института где-то на полгода или даже на год раньше, чем было формальное окончание. Дело в том, что последние где-то примерно около 9 месяцев это было время, которое давалось студентам для исследований, для приведения дипломной работы. И дипломную работу можно было делать не только в Менделеевском институте, но и где-то еще. Поскольку я жил, мои корни, моя семья, мои родители в Серпухове, это, если знаете, город к югу от Москвы, примерно 100 километров, то рядом с нами находится академический городок, хотя бы городок Пущино, может быть, вы слышали такое название. Значит, этот академический городок, это, значит, концентрация биохимии, биофизики, исследований. И, значит, я, когда, значит, закончил пятый курс и должен был делать дальше дипломную работу, я поехал в Пущино и прошелся по всем институтам, их там где-то 7 или 8, и спрашивал, кто меня может взять на дипломную работу. В конченчном счете меня взяли, значит, это институт был, он в то время назывался институт фотосинтеза, сейчас он немножко по-другому называется. Значит, и меня взяли в лабораторию, где занимались электрохимией. Если вы слышали, значит, есть такая методика в электрохимии, которая называется полярография. Полярография – это электрохимия на ртутном капающем электроне, то есть это капилляр, из которого вытекают капли ртути, и эти капли ртути являются постоянно меняющимся электродом, на котором можно делать электрохимию. Значит, ну, в те времена это было практически близко к закату этой технологии. Она, значит, начиналась с 30-х годов 20-го столетия. В основном в Европе, прежде всего в Чешской республике, профессор Геровский, который предложил и разработал эту методику, он получил в конечном учете Нобелевскую премию за это, значит, и уже в 70-е годы эта методика шла уже на спад, и сейчас практически ей никто не пользуется. По целому ряду причин, если вдаваться в подробности, это потребует пару часов лекций, объяснения, почему электрохимия на ртутном электроне не так хороша, и почему сейчас ей мало кто пользуется. Но в то время ей пользовались, и моя работа заключалась в исследовании фотохимических реакций, в которых участвует хлорофилл, это зеленый пигмент растений. И очень часто, в большинстве случаев, такие фотохимические реакции исследуются оптическими методами. То есть, происходят при освещении какие-то химические реакции, которые приводят к изменению окраски раствора, и это можно наблюдать путем оптической абсорбции, это спектрофотометра. Но я это делаю электрохимически, поскольку эти изменения приводят не только к изменению окраски, но они и приводят к изменению редокс-свойств веществ, которые можно анализировать электрохимически. В результате моей работы, где-то примерно около 8-9 месяцев приготовления дипломной работы, я получил результаты, которые были потом опубликованы в двух статьях в журнале «Биофизика». Это русские журналы на русском языке. И, значит, я защитил свою дипломную работу, и я был очень счастлив, мне очень сильно повезло. Так сложилось, что меня взяли на работу в тот же институт, впущено в ту же группу, в которой я делал дипломную работу. Это было невероятное везение, потому что в те времена получить такую позицию в академическом институте было крайне-крайне сложно, новых позиций практически не открывалось. И мне повезло, что человек, который был в этой группе, он из нее уходил в аспирантуру в другое место, и место освобождалось. Ну и поскольку меня уже знали, я уже в этой группе делал свою дипломную работу довольно-таки успешно, меня взяли на эту освободившуюся позицию. Ну вот на данном этапе, значит, чтобы это был не только рассказ про мою историю, но и какие-то, может быть, выводы полезные для вас, я могу, значит, остановиться и сделать какие-то выводы. Во-первых, как известно, под лежачий камень вода не течет. То есть если вы хотите чего-то добиться, вы должны двигаться. И я действительно двигался сам, я не ждал, что меня кто-то где-то, куда-то примет для того, чтобы делать дипломную работу. Кстати, большинство делали дипломную работу в Менделеевском институте, никуда не уезжали. Я уехал. И это позволило мне получить вот эту позицию в Академическом институте. Это было отчасти благодаря моей настойчивости, но и отчасти, естественно, везению, что мне повезло, что позиция освободилась. После этого где-то примерно 15 лет я работал в этом институте фотосинтеза в той же самой группе. Но там происходили немножко организационные трансформации, группа слегка менялась, но я был примерно там же. И где-то по итогам 15 лет работы у меня было где-то около 40 публикаций, что на самом деле достаточно мало. По крайней мере, по моим нынешним темпам, как я сейчас публикуюсь. И процентов, может быть, 70-80 этих публикаций были на русском языке. В основном это был журнал «Биофизика», журнал «Электрохимия». Ну и какие-то еще небольшие журналы, типа... Я сейчас даже не могу вспомнить. Извините, а можно, Евгений, такой вопрос? А насколько было в то время, там, 80-е, 90-е годы, публиковаться за рубежом? Насколько тяжело или насколько легко это было? Или насколько нужно это вообще было делать? Ну, давайте начнем с того, что нужно. Значит, это было нужно в том случае, если человек хотел серьезного прогресса в своей науке. Это было нужно, если человек хотел уехать хотя бы временно, хотя бы на стажировку, хотя бы на полгода куда-то за границу. Потому что русские публикации, они не имеют никакого смысла вообще. Их никто не считает. И они не имеют вообще никакого значения для вашей дальнейшей карьеры. Насколько сложно? Ну, это было сложно технически, потому что знания английского языка были достаточно слабые. Мне повезло, значит, с моей женой, она, значит, заканчивала педагогический институт как переводчик, как преподаватель английского и переводчик. Она мне помогала писать первые мои статьи на английском языке. Значит, где-то в конце 70-х годов это было уже относительно безопасно. Это не было то время, когда за это могли поставить к стенке или послать ГУЛАГ. Это не были сталинские времена. Поэтому, значит, публиковаться за рубежом было вполне возможно. Более того, это даже поощрялось. И в каком-то смысле это было даже легче. Потому что иностранные журналы не требовали разрешения от ГЛАФЛИТа. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое. Значит, ГЛАФЛИТа такая организация, которая дает разрешение на публикацию каких-то трудов. Не только научных, но и любых. Значит, для русских журналов это требовалось. Я должен был свою статью отвезти в ГЛАФЛИТ в Москве, подождать пару месяцев, пока ее, значит, одобрят или нет. Ну, как правило, ее, естественно, разрешали. И потом посылалась статья в журнал, где она сидела пару лет. И через пару лет она публиковалась на русском языке в журнале, допустим, «Биофизика». Два года даже ждать, чтобы отпубликовали, да? В те времена да. В те времена да. Я надеюсь, что сейчас у вас это лучше. Значит, что касается, значит, статьи за рубежом, то, значит, во-первых, никакого ГЛАФЛИТа они, естественно, не требовали. И все это было гораздо проще и гораздо быстрее. Значит, но вы должны понимать, что в то время не было ни компьютеров, ни интернета. Статьи печатались на механической машинке под несколько копий. И один раз, одну мою самую первую статью мне вернули из журнала с рецензией, что она мне не подходит. Мне надо было или выбросить, или переслать в другой журнал. Значит, перепечатывать на машинке было совершенно невозможно. Значит, прогладили мятую бумагу утюгом, положили в конверт и послали в другой журнал. Значит, она была принята. Сейчас это все гораздо проще работает, естественно, с учетом компьютеров и интернета. Значит, и вот наступает, в конце концов, конец 80-х годов. Все вокруг начинает сильно рушиться. Но при этом, значит, открывается окошко для выезда за границу. Значит, я имею в виду не иммиграцию. Я имею в виду научные поездки, ну, типа командировок научных. Командировки могли быть короткие, там, на месяц-два, могли быть длинные, значит, там, на год-два, в зависимости от того, как получится. И поскольку Пущино, это хотя и Академгородок, но он чуть-чуть где-то немножко сзади Москвы во всех начинаниях. В Москве уже где-то, скажем, там, в 88-м, в 89-м году уже активно люди срывались и уезжали. Значит, Пущино это дело началось где-то уже в 90-м, 91-м. С некой задержкой на год или два. И, значит, я почувствовал, что я хочу попробовать. Мне было интересно. Потому что то, что будет со мной здесь Пущино, было для меня достаточно ясно. Я видел перспективы своих старших коллег. Я был одним из самых младших. И мне эти перспективы не очень нравились. Значит, я хотел попробовать перспективы за границей. Значит, и для этого надо было посылать свои какие-то документы куда-то, чтобы меня кто-то пригласил. Значит, я разослал где-то, ну, я не знаю, может быть, 30 или 40 таких писем. Причем сейчас я понимаю, что все это было написано совершенно неправильно. Это не так надо было писать. Но, тем не менее, значит, это сработало. Значит, и меня пригласили, значит, на такую вот постдоктором стадии, стажировку в университет в Иерусалиме. Значит, ну, название университета на русском языке звучит совершенно неправильно. Значит, на русском языке вы бы сказали, так пишут еврейские университеты в Иерусалиме. Это не еврейский университет, это ивритский университет. Разница большая. Иврит – это язык, а еврей – это национальность или религия. Так вот, на английском языке, значит, этот университет называется Hebrew University. Hebrew – это не Jewish. Hebrew – это не еврейский, а это ивритский университет. Потому что преподавание идет в ноябрид. Значит, я приехал в этот университет, меня пригласили, значит, и я, значит, там проработал где-то чуть меньше года, 11 месяцев. Хотя у меня приглашение было гораздо больше, на несколько лет. Значит, почему я закончил свою работу там? Потому что к этому времени стали поступать приглашения другие, которые я посылал, скажем, там год назад. Это все двигалось крайне медленно, потому что в то время не было интернета. Все пришло как переписка по почте. И я получил приглашение в Японию, в Испанию, в Германию. И, значит, наиболее интересное приглашение было, конечно, в Германию. Потому что это то, что называется Humboldt-Kovership. Это гумбольтовская стипендия. Кстати, всем вам могу посоветовать обратить внимание на это, потому что это одна из наиболее удобных и престижных стипендий в Европе, в Германии. Значит, эта стипендия специально предназначена для финансирования приезжих иностранных ученых с разных стран, отовсюду, откуда угодно. Значит, естественно, что люди, которые претендуют получить эту позицию, должны иметь уже PHD. То есть, они должны иметь статус в русском языке кандидат наук. Значит, я, естественно, тут же с радостью согласился, значит, приехать в Германию на эту гумбольтовскую стипендию. Но одновременно мне пришло приглашение, значит, еще из Испании, из Мадрида приехать. Значит, ну, очень трудно поймать сразу двух зайцев, но я постарался, и у меня получилось. Значит, я сначала поехал в Испанию, потому что у меня оставалось время до начала этого гумбольтовской стипендии в Германии. И, значит, я провел в Испании всего лишь четыре месяца, хотя стипендия была рассчитана на несколько лет, кажется, на три года. Я извинился перед профессором, сказал, что мне очень нравится, но я хочу двигаться дальше. Дальше, дальше следующая стадия была в Германии. За четыре месяца работы в Испании я опубликовал две статьи. Это уже похоже примерно на ту активность, которая у меня есть сейчас. Значит, в Германии это, значит, был небольшой поселок, даже не поселок, городишко небольшой, где-то примерно в 50 километрах к югу от Мюнхена. И, значит, там был довольно большой кампус университета Мюнхенского, но он находился не в Мюнхене, а в этом небольшом городке. И я там занимался тоже электрохимией, различными биосенсорами. И, значит, я там провел ровно 12 месяцев. И за эти 12 месяцев я опубликовал 10 статей. Активность большая. Активность большая. Но я не могу сказать, что все они были 100% сделаны мной, то есть, по крайней мере, одна треть из них была сделана кем-то еще, значит, но я поучаствовал в обсуждениях, помогал, что-то делал, обсуждал. Меня поставили с автором, значит, но, по крайней мере, две трети этих статей были сделаны 100% мной. Ну, а дальше, значит, получается ситуация достаточно сложная. Значит, в это время ситуация в России была непростой. Я с ужасом видел по телевизору, как пушки стреляли по Белому дому, это был 93-й год, если вы помните. Вы-то, может быть, не помните, вы считаете, дети были маленькие. Белому дому не мне американскому Белому дому, а русскому Белому дому в Москве. Значит, я с ужасом видел, мне это очень не нравилось. И, значит, ехать как-то в Россию в этой ситуации мне не хотелось. Значит, оставаться в Германии было достаточно сложно, хотя и возможно. Значит, у меня был в это время достаточно сложный статус. Дело в том, что, когда я выезжал из России, я ехал не в эмиграцию, я ехал в академическую командировку. И у меня был служебный паспорт. Вы, вероятно, может быть, понимаете, что это такое. Это не такой, это обычный советский красный паспорт, а синий паспорт, похожий на дипломатический. Но это не дипломатический, а служебный паспорт, который выдавался в Академии наук. Значит, и к тому времени, когда, значит, я был в Германии, Советский Союз уже исчез. Сейчас уже появилась новая независимая страна Россия. И первое, что было сделано, значит, эти паспорта были просто отменены. И когда, значит, я разговаривал с немецкими властями в Германии, они мне говорили, вы знаете, ваш паспорт вообще не действительен. Он уже, значит, не соответствует стандартам вашей страны, откуда вы приехали. Единственное, что есть в нем действительное, это немецкая виза. Ну, хорошо. Значит, что дальше делать? Дальше я, значит, написал тому израильскому профессору, который я был до этого, и спросил, не готов ли он меня принять опять. Потому что за то время, что я был в Израиле 11 месяцев, я тоже публикал где-то около 10 статей. И он, естественно, согласился, но приехать с паспортом, который вообще недействительный, было практически невозможно для вот такой академической поездки. И профессор сказал, что единственное, что можно сделать, это эмигрировать. Значит, поскольку с фамилией Кац эмигрировать в Израиль достаточно просто, то, значит, я это сделал. Значит, и мы, значит, с женой и с дочкой, они были со мной вместе в Германии, приехали в Израиль. И, значит, с первого же дня я получил работу, что достаточно удивительно для эмигрантов, потому что эмигранты, как правило, в любой стране, в том числе и в Израиле, начинают с каких-то черных работ. Значит, я же получил сразу академическую работу в университете. Это не была профессорская позиция, это была позиция такая, как бы сказать, ну, типа постдока. Значит, но ситуация была отличающаяся от того, что было до этого, потому что до этого деньги платил профессор с его грантов. Ну, так же, как я сейчас плачу деньги моим постдокам с моих грантов. А когда я эмигрировал в Израиль, я получил поддержку от государства. Дело в том, что в Израиле в то время работала программа по привлечению эмигрантов-ученых. И это была правительственная программа, которая давала стипендии ученым, приехавшим из России. Я получил такую стипендию, кстати, на довольно приличном уровне, она тоже разделялась на разные уровни. Я получил по самому максимуму уровню в соответствии с моими, так сказать, научными достижениями. И, значит, эта стипендия была практически до конца, то есть это я мог с этой стипендии жить и работать до моего, до ухода на пенсию. Значит, ну, я проработал таким образом 15 лет. То есть было 15 лет впущено в Академгородке, 15 лет в Израиле, маленький промежуток, полтора года в Европе. И, значит, за эти 15 лет работы в Израиле, я опубликовал, сейчас я боюсь даже назвать точную цифру, ну, где-то порядка 150 статей, где-то примерно так. И когда мне стало уже слегка за 50, я подумал, что это последний момент, когда я могу что-то поменять опять в своей жизни. Я решил, что я попробую опять поменять, и я решил искать другую работу, не в Израиле, для, значит, дальнейшего совершенствования моих профессиональных... Ну, я даже не знаю, как сказать, возможностей. Значит, я посылал свои applications в разные страны, в Европу, в Америку, даже в Австралию, Новую Зеландию. И, значит, меня стали приглашать на интервью. Первое приглашение пришло из Англии, это Norwich University, это, значит, довольно большой, приличный университет британский. И, к величайшему удивлению, меня пригласили на кафедру физики, не химии, а физики. Их заинтересовали мои работы по нанотехнологиям, по биосенсорам, и они решили, что я вполне соответствую тому, что они хотят иметь в своем физическом факультете. Я сейчас ездил на это интервью, на все интервью я ездил всегда с моей женой. Дело в том, что такие решения, как переезд в другую страну, они не только профессионально должны быть мотивированы, они должны быть мотивированы еще и по жизни. И невозможно, скажем, взять и положить жену в чемодан и отвезти ее в другую страну, она должна видеть, куда она едет, и она должна согласиться или не согласиться. Так что решение было не только мальонии, но и ее тоже. Ваша составляющая была профессиональная, а ее жизненная, да? Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Так вот, мое первое интервью было неуспешным. Я позицию не получил. Но оно было чрезвычайно важным для меня, потому что я в первый раз проходил такое интервью. Я понял, как это надо делать. И все дальнейшие интервью я делал уже гораздо лучше и правильнее. И все дальнейшие интервью приводили к тому, что я получал позицию. Значит, где-то через несколько месяцев меня пригласили на другое интервью, тоже в Англию. Это был Лестер-юниверситет, тоже большой университет британский. Значит, на кафедру химии. Когда, значит, я закончил это интервью, но еще гуляя по этому городу, последний вечер, я посмотрел на это дело, и мне что-то очень не понравилось. Я спросил свою жену, она сказала, да, мне это не нравится. И тогда я сказал своей жене, вы знаете, знаешь, если меня не возьмут, я сильно обижусь. Ну, если меня возьмут, я откажусь. Ну, так оно и оказалось. Меня взяли, но я отказался. Значит, после этого, значит, мне приходили и приглашение, пришло приглашение на Тайвань. Удивительное место. Значит, очень сложно стать китайцем после жизни в Израиле. Значит, я так-таки поехал туда. Значит, прошел это интервью, и мне кажется, что я был удивлен, но люди, которые меня приглашали, были удивлены еще больше тем, что я вообще, в принципе, заинтересован в этой позиции. Они в это дело как-то даже не верили. В конечном счете, с довольно большой задержкой, несколько месяцев они молчали, потом они, в конце концов, прислали мне приглашение. Значит, и приглашение, которое мне прислали, было тоже удивительно. Они мне написали, что они меня готовы взять на любую позицию, которую я хочу, с любой зарплатой, которую я хочу, на любых условиях, которые я хочу, и я должен им просто сообщить, что я хочу. Это было, конечно, очень интересно, но... Кстати, когда я проходил интервью, они мне показали новое здание и сказали, вот видишь, вот здесь новый этаж с новыми комнатами, все полностью оборудовано под химию. Значит, если вы придете, то весь этаж будет твой, а студентов будет столько, сколько ты хочешь. Причем, если в Америке я финансирую студентов, то там финансируется все это дело государства. Значит, дело в том, что когда они мне с большой задержкой прислали это приглашение, в это время у меня уже было приглашение из Америки. Естественно, что я решил, что я не хочу становиться китайцем, хотя это очень интересно, но достаточно сложно, тем более в моем возрасте. Значит, в Америке я получил два приглашения. Одно, значит, это университет Линкольн-юниверситет в Небраске, это штат Небраска, это самый центр Америки. Вот если вы возьмете карту Америки и посмотрите, в самый центр, по горизонтали и по вертикали, вы попадаете как раз в Небраску. Значит, а Линкольн это capital, это столица этого штата, там довольно большой университет. Значит, и факультет, который меня там приглашал, тоже был достаточно удивительный. Это факультет такой типа агрикалчера, то есть это не совсем химия, но вот такое что-то приближающееся к химии. Значит, в конечном счете и после какого-то интервью я получил опять же от них приглашение, они сказали, что они меня берут. Значит, но одновременно я ездил в Америку только один раз на интервью, потому что я за один раз прошел два интервью. Одно было в Небраске, а другое вот в подземе в Нью-Йорк стоит в Кварксен-Университете. И сравнивая два места, мне больше понравился Кварксен. Моя жена согласилась, ну и в результате, значит, от Небраски я вежливо отказался, а, значит, согласился на Кварксен. Ну, в качестве курьеза могу рассказать, что было еще одно приглашение из Испании, из, это юго-восточная часть Испании, Каталуния. Значит, там есть небольшой городишко, в котором есть достаточно приличный большой университет, и они тоже меня хотели. Они, значит, приглашали меня приехать на интервью. Но в это время я уже был полностью завязан с Америкой, и я как-то так написал, что, знаете, я не могу приехать, значит, мне просто некогда. И я, к величайшему удивлению, получил совершенно неожиданный ответ от них. Они ответили, что я могу не приезжать на интервью, я меня беру без интервью. Значит, я был ужасно опольщен, ужасно удивлен, и, тем не менее, отказался, потому что я уже практически заключил соглашение с университетом Кварксена в Нью-Йорке. Ну, вот, собственно говоря, это вся длинная история, и если из нее сделать выводы какие-то, ну, опять же, значит, если вы хотите прогресса в своей жизни и работе, прогресс абсолютно не обязательно должен быть связан с переездом в другую страну. Я никоим образом вас не агитирую ни на какие переезды, и уж тем более на эмиграцию. Хотя, если это не эмиграция, а просто поездка на стажировку, скажем, там, на год или два, это очень полезно. Я очень вам это советую сделать, если, возможно, будет решить проблемы с визами. Ну, если же вы все равно хотите продолжать ваши профессиональные и человеческие перспективы в России, что абсолютно правильно и нормально, все равно вы должны иметь в виду, что нужно каким-то образом двигаться. Иногда двигаться можно в своем же месте, где вы уже находитесь. Иногда нужно переезжать в другое место, в другую организацию. Но если вы сидите и не двигаетесь, и ничего не делаете, то ваши шансы на какой-то прогресс резко уменьшаются. Значит, нужно проявлять активность. Вот это вывод, который я для себя сделал из моей жизненной карьеры и который я могу посоветовать вам. Ну, что еще можно сказать вдобавок к этой истории? Во-первых, когда люди, незнакомые с Америкой, слышат про Нью-Йорк, вы сразу, естественно, думаете про гигантский город с небоскребами. Значит, это совсем не так. Значит, есть такой, естественно, город, в который я очень не люблю ездить. А штаб Нью-Йорк, это, значит, в основном небольшие городки, небольшие поселки, деревни. Или даже, скажем так, отдельные хутора, где просто один отдельный дом стоит в лесу. И здесь живет обычный простой народ. И очень приятное место, очень спокойное. Очень удобно для семей с маленькими детьми, потому что здесь практически нет криминала. Есть, конечно, но очень мало в сравнении с большим городом. И здесь очень удобно жить и работать. Ну, в качестве примера могу привести, что от моего дома до моего офиса в университете мне езды пять минут на машине. Очень удобно. Значит, в основном я работаю дома. Вот так, как сейчас я с вами разговариваю. Видите, сзади меня, значит, просто комната. Мне нет необходимости находиться в моем офисе. Значит, я езжу в университет два раза в неделю по одному часу. Это мои лекции, которые я должен делать персонально. Ну, когда был очень активный ковид, даже эти лекции делались на зуме. Сейчас мы это делаем уже персонально, правда, с масками. Значит, а все остальные разговоры с моими студентами, с моими простдоками я делаю из дома через зум. Это, кстати, очень удобно. И это очень мало меня отвлекает от моей постоянной работы. Про мою работу. Значит, ну, профессорская позиция, я думаю, для вас означает, что прежде всего преподавательская позиция. Действительно так. Каждый профессор должен быть преподавателем. Но в зависимости от ситуации это может быть разная педагогическая нагрузка. Значит, вот у меня педагогическая нагрузка – это один класс в семестр. Класс – это, значит, две лекции в неделю. То есть, вот два часа в неделю я, значит, делаю свои лекции для студентов. Это вся моя педагогическая нагрузка. Значит, студенты, профессора, которые помоложе, которые, значит, не такие, как говорится, advanced, они имеют немножко большие педагогические нагрузки. Это может быть, ну, раза в два, в три больше. То есть, это где-то, ну, скажем, там, четыре или шесть часов в неделю, что, в принципе, тоже немного. То есть, вы должны иметь в виду, что это совсем не так в разных местах и в разных странах. Например, я до сих пор поддерживаю очень тесные контакты с моими коллегами в Германии. И, ну, до ковида я очень часто их посещал. И, например, один из моих ближайших друзей – немецкий профессор, который тоже очень-очень advanced. И он не просто профессор, он начальник этого департмента, департмент, head of the department. У него педагогическая нагрузка 20 часов в неделю, с ума сойти. И сверх этого у него, значит, административная нагрузка, сверх этого у него, значит, еще исследования со студентами-постдоками, с ума сойти. Значит, у нас же есть профессора, которые, значит, не занимаются наукой вообще, которые занимаются только преподаванием. Таких немного, их буквально два-три человека. И у них нагрузка, естественно, большая. То есть у них может быть класс, который включает в себя 100 человек. Они считают общий курс, скажем, органической химии. Я считаю специализированные классы. То есть мой класс в одном семестре – это класс электрохимии. Обычно бывает где-то, читаю, человек 15-20. Это, как правило, андеградеет студента, то есть те, которые учатся на бакалавра. И другой семестр у меня класс Градиэйт. Это для докторантов, которые уже, значит, имеют Бейчева или некоторые даже мастеры, которые учатся на докторанта. Значит, тоже где-то человек 15-20, иногда бывает даже 5 человек. Это относительно небольшие классы и педагогическая нагрузка относительно небольшая. Значит, но это не значит, что все остальное время я ничего не делаю. Я сейчас сижу вот здесь дома и работаю над статьями, которые, значит, мне мои студенты и постдоки дают результаты. Ну, естественно, что прежде, чем они дадут результаты, я с ними обсуждаю, как все надо делать. Но когда, значит, они дают результаты, я должен сесть и написать статью. Можно, конечно, поручить студентам это делать, но надо, например, все равно переписывать. Поэтому, поскольку я очень ленивый человек и у меня очень много другой работы, то я предпочитаю сесть и написать. А потом показать студентам, что из этого получилось. Значит, ну, чтобы вы представляли себе масштаб работы, сейчас у меня количество публикаций в год где-то колеблется от 15 до 25. То есть это означает, что где-то примерно в среднем полторы-две статьи в месяц. Что, конечно, накладывает на меня очень большую нагрузку. Чтобы вы не думали, что все, так сказать, маслом мазано, медом полито и легко, значит, я могу сказать, что все это делается за счет большой работы. То есть я работаю каждый день где-то часов 10-12 дома у компьютера. Значит, я своих студентов приучил и постдоков тоже, что они мгновенно реагируют. То есть я вообще по Америке такие вещи называются харазмин. Бывает сексуал харазмин, это ко мне не относится. А есть харазмин, джоб харазмин, когда, значит, начальник мучает своих подчиненных работой в неположное время. Вот я, значит, такой вот нехороший человек, значит, я привычил их, что они мне отвечают практически мгновенно, вне зависимости от времени и выходных дней. Значит, но за это они получают кучу публикаций. Это для них принципиально важно для их дальнейшей карьеры. Значит, ну еще, может быть, пару слов о группе. Значит, группа интернациональная. И, к вашему, вероятно, удивлению, где-то нет американцев. Значит, ну, кто я такой, значит, трудно сказать. Значит, русский, израильтянин. Кстати, у меня гражданство Израиля тоже есть, и американское гражданство есть. Значит, постдоки. Один постдок с Украины, другой постдок из Иордании. Студенты. Двое из России, из Москвы. Девочка из Польши. Мальчик из Южной Африки. Еще один мальчик из Испании. Была у меня американская студентка. Она в прошлом году закончила свой докторат и ушла. Значит, пока что больше других американцев нет. Значит, это вот типичная ситуация для американского университета, где, значит, подавляющее большинство градиет студентов. Это те, которые учатся на PHD, на докторат. Они являются в основном иностранцами. Есть, конечно, и американцы тоже. Это зависит от разных университетов, зависит от разных групп, везде по-разному. Но вот у меня, например, в данном случае американцев бывает крайне мало, или сейчас в данный момент просто нет. Значит, ну что, я, как понимаю, глядя на часы, я разговаривал примерно 45 минут. Я думаю, что на этом я могу закончить, и буду счастлив ответить на ваши вопросы, если у вас какие-либо вопросы есть. Евгений, да, спасибо большое за такой хороший, насыщенный, скажем так, рассказ. У меня вот множество вопросов. Я, пожалуй, поскольку я веду мероприятия, позволю себе первым задать вопросы общего характера, скажем так. Подскажите, пожалуйста, вот то предложение, как вы говорили, в Тайване и в Америке, а все-таки какая-то с точки зрения науки и продвижения в Тайване, какие были большие возможности вот этих лабораторий, насколько это все было оснащено, насколько там возможно было раскрыть себя? Я думаю, что в Тайване были наибольшие возможности с профессиональной точки зрения. Во-первых, потому что финансирование совершенно гигантское, неограниченное от государства. То есть человек моего уровня не должен заморачиваться, писать какие-то пропозы, чтобы получить какие-то деньги. Деньги сыпятся с неба, как водопад. Значит, гигантское новое здание, гигантские новые комнаты, все абсолютно новое, блестящее, супер оборудование, все это есть. Но очень трудно жить в большом китайском городе, очень трудно всю жизнь есть китайскую еду, очень трудно в случае, если заболеешь, попасть в китайский госпиталь. Кстати, насчет госпиталя. Вот здесь у меня до госпиталя 4 минуты езды. К сожалению, приходится иногда туда ездить. Так что с точки зрения чисто профессиональной, Тайвань было наиболее интересное место, с точки зрения житейской наиболее сложное. Для вас могу что посоветовать? Если вы не претендуете на постоянную позицию, а едете, скажем, просто в какую-то длительную командировку, на полгода, на год, даже на два года, то вы должны очень всерьез рассматривать варианты, скажем, Тайвания, может быть, даже Китая, может быть, даже Сингапура, потому что в этих странах очень большое финансирование для науки и, может быть, очень хорошее оборудование. Но, опять же, то, что может быть хорошо на относительно короткий срок, на полгода, на год, это может быть совершенно неприемлемо для постоянной жизни. У меня есть еще личный пример. У меня есть один хороший друг, с которым я еще до отъезда из России познакомился. Он был в Москве, кажется, в тоже в Умановском институте МИДХТ. И он потом почти одновременно со мной в 1991 году уехал в Японию. И он в Японии пробыл где-то лет 25, наверное. Но в конечном счете, значит, он, вероятно, понял, что на пенсию он хочет уйти в каком-то другом месте. И он переехал в Европу. Он сейчас в Норвегии. Так что, значит, короткий ответ на этот вопрос. Значит, вот эти вот чудные страны, Тайвань, Китай, Гонконг, Сингапур, может быть, даже Япония, они вполне интересны с точки зрения кратких визитов, но, с моей точки зрения, они неприемлемы для длительного проживания, тем более с семьей. То есть, получить опыт, съездить и на этом закончить, скажем так. Еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, для вас какие ваши работы для вас наиболее значимы были? Именно, может быть, публикации и проекты, какие наиболее значимы для вас лично, скажем так, были? Ну, очень трудно выделить что-то однозначное. Я могу только что сказать, что в течение всей длительной жизни, то есть, это где-то примерно около 45 лет профессиональной карьеры с момента окончания института, хотя я был примерно в одном русле, но это русло слегка менялось. Ну, например, когда я приехал уже в Америку, я начал новую тематику, которая до этого у меня не делалась, ее никто не делал вообще. Значит, это то, что называется unconventional computing, то есть, неконвенциональный computing. Но это компьютер не делать компьютеры, а это преобразование информации с помощью биомолекул, в основном с энзимами. Значит, эта тематика достаточно интересная, на ней, по этой тематике работают довольно много лабораторий. Значит, но я могу с гордостью сказать, что вот моя работа в этой области с энзимами, она была, в общем-то, абсолютно новой. Ее потом подхватили после меня в других лабораториях. Значит, ну и как результат, как такой вот summary этой работы, мне пришлось опубликовать несколько книг по этой теме. То есть, можно сказать, основоположником, скажем, этого направления. В каком-то смысле да, в каком-то смысле да. А еще такой вопрос, касающийся, опять же, науки. Вот вы говорили, что вы занимаетесь фундаментальной наукой, а все-таки были ли в жизни какие-то проекты, опять же, может быть, патенты, вот именно прикладные, что-то вот было прикладное, что может быть используется даже сейчас повсеместно, или какие-то прикладные вещи? Ну, смотрите, значит, несколько проектов, которые финансировались американским департаментом дефенс, они вообще-то рассматривались как прикладные. Но дело в том, что обычно вот эти военные проекты, они делаются в несколько стадий. Значит, сначала первая стадия, она имеет финансирование относительно небольшое, ну, это где-то около, может быть, 1-2 миллиона. Значит, и это фундаментальная наука, и это делается в университетах. После этого, значит, если результаты положительные, то, значит, с гораздо большим финансированием, уже там 10-20 миллионов, это переходит из университетов в National Laboratories, которые финансируются уже напрямую от департаментов Дефенс. И судьбу вот этих исследований после меня я не знаю, естественно. То есть я, значит, делаю только фундаментальную науку, которая не имеет никакого отношения к никаким военным вещам. Это просто обычные биосенсоры. Ну, могу дать пример. Например, вояки, они очень сильно заинтересованы в биосенсорах, например, на стресс, особенно для военных пилотов. Им нужно, чтобы, значит, можно было в реальном времени, во время, пока пилот летит, отслеживать уровень его стресса. Значит, и это, значит, можно сделать с помощью биосенсоров, которые, значит, считывают концентрацию некоторых биомаркеров, которые сигнализируют о стрессе. Значит, это, в общем-то, с одной стороны, это чисто фундаментальная наука, то есть разработка биосенсоров на какие-то биомаркеры. И на этом моя работа заканчивается. А, значит, дальше, значит, уже, как говорится, инжиниринг и уже какие-то практические применения, это уже делается без меня. То есть, в принципе, та работа, которую я могу делать для департаментов Дефенс, она практически ни в чем не отличается от той работы, которую я делаю, допустим, для NIH. Это National Institute of Health. Это чисто медицинское учреждение. То есть, это практически то же самое. Был у меня еще проект, который финансировался промышленностью. Значит, есть такая фирма, которую вы наверняка знаете, Procter & Gamble. Да. Это мыльная компания, всякие мывые шампуни, Head & Shoulder они делают. Их интересовало, например, электрохимические свойства зубов. Они хотели разработать зубную щетку, которая, значит, делает еще электрофорез каких-то, значит, лекарств в десны и в зубы. Значит, ну вот мне пришлось, значит, работать с электрохимией зубов. К тому времени, значит, у нас был постдок, у которого были маленькие дети, значит, и он для работы пожертвовал молочный зуб ребенка, который, значит, вывалился изо рта. Значит, мы на этом зубе делали электрохимию. Это интересно. У меня вот у нас пример был, у нас идет проект по лечению социально значимых заболеваний. И вот КТ мои носоглотки делали и тоже в науку отдали для того, чтобы моделировать и как распыляется вещество внутри носоглотки человека. Вот. На самом деле, если сравнивать науку фундаментальную и такую сильно прикладную, то там, значит, есть две, так сказать, взаимопротиворечащие вещи. Значит, чисто фундаментальная наука, она мало интересует промышленность. За нее промышленность деньги не дает. Но это вещи публикабельные. С них можно получать хорошие публикации в хороших журналах. Значит, а наоборот, те вещи чисто практические, которые, значит, промышленность хочет и под которые она дает деньги, они абсолютно не публикабельные по целому ряду причин. Во-первых, они просто неинтересны. Во-вторых, значит, промышленность иногда даже запрещает публикацию исходя из своих коммерческих интересов. Поэтому, значит, надо иметь какой-то баланс. То есть иногда хочется, конечно, получить деньги от промышленности, но ты должен понимать, что тогда, значит, студент, который будет это делать, не получит публикации. Это будет проблема, значит, у студентов в перспективе с получением работы. То есть это все вот такой баланс. Но у вас все-таки пожестче разделено, как вы говорите, что вы там фундаментальные части средней провели, а дальше там уже, грубо говоря, ведет. Это касается только военных проектов, которых на самом деле у меня очень немного, крайне мало. То есть в основном, значит, мое финансирование идет из NSF, National Science Foundation. Это организация, которая поддерживает фундаментальную науку в Америке. Значит, и здесь это не имеет никакого практического приложения. Хотя мы, в принципе, спекулятивно говорим, что да, это в перспективе может быть очень важно для практических целей, но на самом деле это далеко до практики. Значит, это все в основном идет чисто наука, значит, публикации. И, значит, если вы меня спросите, что я на самом деле делаю, вот, понимаете, я уже приближаюсь к своему пенсионному возрасту, хотя я на самом деле пока на пенсию не собираюсь. И в этом моем возрасте хочется сделать какие-то выводы, от чего ты, собственно, делал всю свою жизнь. Так вот, по крайней мере, последние свои 15 лет, работая в Америке, я делаю людей, в каком смысле? Я делаю студентов, чтобы они получили образование, чтобы они получили навыки в науке, чтобы у них были публикации, чтобы они потом получили хорошую работу. И потом я делаюсь, потом я становлюсь счастливым, когда они это дело все получают, когда у них успех. И у меня еще не было ни одного случая за последние 15 лет, чтобы студент не стал каким-то очень хорошим профессионалом. Большинство из них уходит в промышленность, некоторые идут в профессуру, некоторые становятся очень известными профессорами уже. У меня таких есть несколько моих выпускников. И фактически, ну что такое статья? Ну, написал, ну кто-то прочитал, ну и все. А вот карьера людей, в которых ты вкладываешь свои знания, силы, опыт, время, это гораздо важнее. Это то, что я считаю, оправдывает вообще мое существование на этой земле. Это очень благая цель, скажем так. Я, Евгений, задал свои вопросы, такие общего характера. И я бы хотел из слушающих узнать, может быть, кто-то хочет задать вопрос, поинтересоваться у Евгения. Могу я, да, сказать два слова? Иларион, могу, да? Конечно, Тарасима. Спасибо большое за очень интересный рассказ. Но говоря вот о последних ваших фразах, я думаю, что все-таки не только вы делаете людей, а вы, я бы сказала, делаете большую науку. И даже то, что вы мне говорили, я, знаете, честно говоря, не успела посмотреть ваши статьи. Но после сказанного я обязательно посмотрю некоторые ваши статьи, которые относятся к биосенсорам, которые, вот, изумительная идея считывать концентрацию в стрессовое время. Конечно, это очень интересно. Вы задаете научный вектор. Мне кажется, это тоже очень важно и главное. Но как российский профессор я хотела бы дополнить, что очень много похожего во всех системах. Тем более, что, на мой взгляд, к сожалению, мы очень много, российская наука переняла из европейских примеров приняла и американских. И мы также, как и вы, загнаны поисками денег, что надо найти. Если ты хочешь воспитать и поднять высококлассных специалистов, то ты сам во многом ищешь эти деньги. Это минус, конечно. Минус, потому что, знаете, иногда хочется свободы, чтобы все-таки тебя кто-то поддерживал. Минус, и мы тоже все в одном строю, и Германия, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация. Это, конечно же, ну, на мой взгляд, колоссальная отчетность. И, ну, вот, я считаю, что иногда, иногда хотелось бы не писать больших отчетов, а сосредоточиться больше на статьях и прочее. Ну, не знаю, как в Соединенных Штатах, но в Германии бешеная отчетность, и наши взяли Министерство науки, просто оттуда пример. Ну, а третий, просто такой вопрос к вам. А не хотели бы вы, поскольку вот Иларион сказал, что Менделеевский университет получил такой супер-грант, «Приоритет 2030». А не хотели бы вы, как выпускник Менделеевского университета, издать книгу в нашем университете? Это может быть техническая книга, это может быть научно-популярная, и мы бы были вам очень благодарны за это. А мы можем ее издать на английском языке, потому что я понимаю, что писать и переписывать на русском, наверное, уже сейчас для вас это труд. Поэтому, может быть, английский язык, а можем перевести сами. Поэтому вот у меня такой вопрос. Ну, смотрите, во-первых, спасибо, конечно, за это приглашение. Но проблема заключается в том, что написание книги, даже если это делается на основе уже готовых каких-то публикаций журнальных, требует громадного количества времени. За последние где-то примерно 7-8 лет я опубликовал 10 книг. Ну, на самом деле, это не совсем так. Большинство книг это не были книги, написанные мной. Это были книги, которые я был эдит, редактор. То есть я приглашал людей для написания глав книги. Ну и свою одну главу. Понятно. У меня есть две книги полностью, 100% написанные мной. Остальные 8 это, значит, я был эдит, редактор. Сейчас я в данный момент работаю над книгой, которая требует громадного количества времени. Я уже потратил где-то полтора года, и я где-то только в середине работы, потому что мне просто не хватает времени. Значит, эта книга такая достаточно странная по историю электричества, начиная с древних времен. И это просто обзор отдельных, конкретных ученых из разных стран, которые что-то сделали для исследования электричества и магнетизма. Такая вот научно-историческая книга. Значит, я над этой книгой, когда время позволяет, работаю. Я надеюсь, где-нибудь через год-полтора ее закончить. Значит, и вот в данный момент я боюсь, что я не в состоянии взять на себя какие-либо дополнительные обязательства для другой книги. К сожалению, я это сделать не могу. Я буду иметь в виду ваше приглашение, но на данную секунду я, к сожалению, ничего позитивного сказать не могу. Спасибо большое. А мы не говорим о данной секунде, потому что вот со Светланой Алвес мы получали предложение от американского издательства, и мы согласовали, а потом мы тоже поняли, что мы просто по времени никак не можем ничего сделать. Поэтому, но вдруг, если появится такое желание, то для Менделеевского это было бы, наверное, интересно и очень важно, наверное, для студентов, и для тех, кто приходит в Менделеевский. Евгений, еще раз спасибо. Да, хорошо, спасибо. Значит, ну, поскольку сейчас разговор был про то, что происходит в Сью-Секунду и какие могут быть перспективы, я могу сказать, что чем отличается еще Америка от Европы и, вероятно, от России. В Европе и, может быть, в России, я не знаю, как это у вас здесь происходит, есть определенный возраст, когда профессор просто обязан уйти на пенсию. В Европе есть такой вот mandatory retirement age. И профессора, которые в полной силе в 67-68 лет просто вынуждены уходить на пенсию, потому что по закону они не могут продолжать. В Америке таких законов нет. В Америке я могу работать хоть до 100 лет, если мое здоровье мне это позволяет, если у меня есть желание. И большинство профессоров в Америке, те, которые, по крайней мере, научно успешны, работают очень долго. То есть 70 лет это далеко не предел. Лет до 75, до 80, до 85 люди работают. Значит, если же профессор в науке неуспешный, просто не хочет ей наниматься и занимается только педагогической работой, ну, такие люди уходят в возрасте 65-68 лет на пенсию. Значит, дело в том, что пенсионная система в Америке на самом деле сильно отличается от всех остальных. Здесь нет почти такой пенсии, которую оплатит просто государство. Значит, люди сами вкладывают деньги в какие-то пенсионные фонды, поэтому в зависимости от того, сколько ты накопил, ты можешь уйти или раньше на пенсию, или позже. Это, так сказать, твое желание. Значит, вот, если мое здоровье мне позволит, я буду работать еще достаточно долго. Так что, может быть, я когда-нибудь вернусь к вашей идее по поводу книги. Мы вам желаем крепкого здоровья и долгой-долгой работы. Спасибо. У меня короткий вопрос, можно? Конечно. Да, вот вы сказали, что у вас нет американских аспирантов. Вот я могу сказать, что абсолютно аналогичная ситуация в университете в Устере. Там тоже американских аспирантов, именно минимальное количество, в основном аспиранты из-за рубежа. И абсолютно аналогичная ситуация в Норвегии, где тоже норвежцы не идут в аспирантуру. И аспиранты в основном из Германии, Франции, Индии, Китая. Хотя зарплата аспиранта в Норвегии очень высокая, даже если брать среднюю зарплату по стране. Вот с вашей точки зрения, чем это можно объяснить? Во-первых, есть категория людей, которые очень недовольны жизнью в своей собственной стране, которые хотят из нее просто-напросто убежать. Значит, на данный момент такие люди в основном идут из Ирана. То есть, я почти каждый день получаю имейл от молодых иранских людей, ребят и девочек, которые просятся или на позицию студента, PHD студента или на постдока. К сожалению, я вынужден отвечать им отрицательно, потому что у меня нету достаточного финансирования для приглашения новых людей. Значит, вот в основном громадный поток сейчас идет из Ирана. И опять же, я полагаю, что это частично мотивировано экономическими проблемами в стране, но в большей части это мотивировано политическими проблемами в стране. Значит, был период, когда было много китайцев. Сейчас китайцев мало. Есть, но меньше, чем было раньше. По-видимому, это связано с тем, что в Китае как-то ситуация выправилась. Экономическая, по крайней мере. Было время, когда были студенты из России, сейчас их меньше. Вероятно, это связано с тем, что очень трудно получить визу. почему американцы не идут? Почему американцы не идут? Да. Ну, во-первых, я не вижу всей картины по всей стране. Я не знаю, что происходит, скажем, в больших престижных университетах, таких как Стэнфорд, Оксфорд и так далее. Но во многих университетах в Америке такая же ситуация, как у вас. Это я просто знаю. Я вижу ситуацию в небольшом университете, который средний по своему уровню. Мы не входим даже в первую сотню по классификации университетов. Мы где-то там в конце второй сотни. То есть, это совсем средненький университет. Значит, почему к нам не идут люди в аспирантуру? Не знаю. Вероятно, это просто связано еще с плохим школьным образованием. Очень-очень-очень плохой уровень образования в школах. Я не знаю, какой уровень образования сейчас в русских школах. В советские времена оно было более-менее ничего. Сейчас я не знаю, вам виднее. Понятно, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Не стесняемся. Можно вопрос задать? Конечно. Вот. Интересно стало еще ближе к началу как бы этого собрания. Почему вы не остались писать дипломную работу в своем университете, но стали искать какие-то другие варианты? А, это хороший вопрос. Значит, здесь есть две причины. И мне сейчас даже трудно сказать, какая из них была более важной. Во-первых, значит, я был уже женат, я женился на втором курсе, у меня уже подрастала дочка, которую во время нашего институтского образования мы оставили у бабушек и дедушек. И я понимал, что моя жена тоже заканчивает почти одновременно со мной, она получит куда-то распределение, я тоже получил какое-то распределение, и нас это совершенно не устраивало, мы хотели быть где-то вместе, естественно. Поэтому чисто из семейных, чисто бытовых соображений, мы вдвоем вместе с ней искали какое-то место где-то в районе Серпухова. Значит, упущено, это 25 километров от Серпухова. Значит, она тоже получила работу в Серпухове на заводе в каком-то конструкторском бюро как переводчик. Другая причина заключалась в том, что мне хотелось самому найти место, которое мне кажется интересным, а не ждать, пока я получу какое-то распределение и меня куда-то пошлют туда, куда я, может быть, даже и не хочу. Кстати, в конечном счете оказалось очень интересно, хотя я учился по специальности радиационной химии, я никогда не занимался радиационной химией. Я занимался фотохимией, которая отчасти немножко похожа на радиационную химию, но радиационной химией я не занимался. Это было связано с тем, что я не ждал какого-то распределения на какой-то ядерный объект, а я, значит, нашел сам себе место делать дипломную работу, и в конечном счете я остался там работать уже младшим научным сотрудником. Это нормальный ответ, вам понятно? Да, понятно, хорошо, спасибо. Я, как понимаю, Владислав, студент и интересуется, задача с вопросом, где писать ему дипломную работу. Ну, я могу немножко добавить, сейчас же у нас никто никуда не распределяет, абсолютно нет никакого распределения, и мы вольны сами выбирать, где мы будем работать, и поэтому все-таки, на мой взгляд, большая часть студентов пишут дипломы в университете, либо на своей кафедре, либо уже на какой-то другой кафедре, но большинство пишут в университете. А много ли у вас студентов, которые заканчивают дипломную работу с публикацией статей в нормальном научном журнале? Про бакалавров скажу, скорее всего, нет, а в магистратуре заканчиваются публикациями, но зарубежных, скажем так, которые там в каком-то, да, хотя бы во втором квадриле не очень много, то есть это единицы, которые дальше планируют пойти обучение в аспирантуре, те заинтересованные, они публикуются вот в каких-то таких журналах стараются публиковаться. Вот, в целом, по бакалавряту скажу, что, скорее всего, их очень мало. Ну, вот та ситуация, которая была в те времена в Менделеевском институте, по крайней мере, на нашем факультете физхимии, она больше соответствует магистратуре, потому что у нас обучение было почти 6 лет, ну, чуть-чуть меньше, там, на пару месяцев, чем 6. И последний год, вот эти 9 месяцев, это было время написания диплома. Поэтому я мог действительно покинуть свой родной институт и, значит, делать это дело в другом месте, вот как я уже сказал, в Кучу, в Академгородке. Просто, да, знаете, вот насчет бакалавриата, они учатся 4 года, но я тоже бакалавриат, магистратуру заканчивал, вот, и 4 года, и у тебя на диплом остается всего лишь 2 месяца, то есть это май, апрель-май. Даже сейчас, вот этот семестр, который весенний начался, они учатся в февраль-март, в апреле сдают сессию, и потом апрель-май отведен на диплом, то есть именно, прям вот конкретно свободного времени, их там полтора месяца. У них невозможно сделать никакой нормальной работы. Да, то есть они начинают тот же диплом, писать, уже приходить в какие-то там научные группы, на кафедру, какие-то научные работы вести уже, стараются там, в начале хотя бы четвертого курса, и то даже где-то на третьем курсе приходят это делать. Вот поэтому ситуация такая. Я могу еще одну вещь сказать, которую я не рассказывал. Будучи на четвертом курсе Менделеевского, я попытался начать научную работу на кафедре органической химии и по вечерам, что было физически очень тяжело. До поздней ночи я работал в этой лаборатории органической синтетической химии, и мне это очень не понравилось. Проработав таким образом где-то 3-4 месяца, я бросил и сказал, что извините, но я больше не хочу. И какое-то время я ничего не делал, просто учился, а вот когда уже настало время делать дипломную работу, я стал сам себе искать место, которое мне больше понравилось. И вот я попал туда, куда я попал. Мне кажется, что Геннадий Семенов хочет спросить вопрос. Да, 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 конечно, Геннадий, мы просто вопрос обсуждали. Геннадий, вам слово. Спасибо. Так, Геннадий, может быть, в чате? В чате есть что-то написанное. А в чате есть от Игоря, вашего одногруппника, небольшое дополнение, информация, основная часть нашей группы делала дипломную работу 6 месяцев в организациях НИФХИ имени Карпова, Курчатовский и другие отраслевые институты, а не только МХТИ. и публикации в иностранных журналах равно, как и контакты с иностранными учеными были или закрыты, или очень ограничены. Ну да, это как раз специфика адресовых институтов, таких, скажем так. Так, ну, Геннадий, видимо, может быть, отошел. Еще есть у кого-то вопросы? Извините, я забыл включить микрофон. Евгений, вот вы сказали, что вы сейчас в настоящее время работаете, больше всего проводите в своем офисе, там, дистанционно, но ведь же вы занимаетесь такими исследованиями, где необходимо проводить лабораторные исследования, и там, вот, насколько вот у вас вот вы выбирали какой-либо университет, вы по какому принципу вот оборудование, возможности, вот, проводить такие сложные эксперименты, там, в области нанотехнологии, вот хотелось бы вот по этой части. Ну, смотрите, значит, вопрос на самом деле по-видимому двояки. Давайте я попробую разделить его на две части и ответить. Значит, настоящий момент, как вы видите, я работаю дома, я сказал, что я езжу на работу в университет только два часа в неделю, делать лекции, а остальное время я работаю дома у компьютера на статье. Значит, ну и кроме этого, естественно, довольно большое время я трачу на разговоры со студентами и с постдоками, потому что я должен с ними обсуждать, что они и как они это делают. Значит, у меня есть такая вот потрясающая редкая возможность не ходить в лабораторию и не крутить приборы руками самому. Значит, я ограничиваю свою академическую работу просто обсуждения. Почему это возможно? Потому что у меня есть два совершенно потрясающих постдока. Вот человек, который из Украины, он вообще, значит, на самом деле не просто постдок, он уже не только кандидат наук, но уже доктор наук, то есть он уже за 40 и он уже намного более квалифицирован, чем обычно молодые ребята свежие PHD поучаются. То есть он фактически работает на уровне профессора. Если бы он не был бы с Украины, где у них там большие экономические проблемы, он бы, вероятно, не согласился бы на такую работу. И вот он фактически руководит всей лабораторией непосредственно в лаборатории. То есть он делает эксперименты со студентами, он их контролирует и фактически он нам предоставляет уже готовый результат. Моя работа ограничивается тем, чтобы эти результаты обсуждать, планировать, что дальше делать, как делать, но я не должен идти в лабораторию и крутить приборы своими руками. Это делают студенты под руководством ПРОСБОК. Это первая часть ответа на ваш вопрос. Вторая часть, она более сложная. Вы спрашиваете, почему я, например, выбирал университет вот именно этот или другой. Ну, отчасти выбор был ограничен предложениями, то есть у меня не было возможности, например, пойти в университет Харвард, Стэнфорд, Корней, MIT. Меня туда никто не приглашал, хотя я, в принципе, посылал свои applications. Значит, у меня был выбор между, допустим, двумя университетами в Америке. Это, значит, или Кларксон в Нью-Йорке, или Линкольн в Небраске. Значит, выбор, то есть, всего лишь из двух, а не из 50. Ну, были еще, как я уже объяснял, выборы в Европе, но, значит, они мне не понравились по целой причине. Так что, выбор был невелик, а что касается оборудования, приборов, ну, отчасти это зависит от того, какие приборы есть вообще в университете. Ну, скажем, какие-то приборы дорогие, как электронный микроскоп, например. Такие приборы мне принадлежат как конкретные лаборатории. Они принадлежат всему университету. И, значит, за пользование этими приборами я должен платить какие-то небольшие деньги из своих грантов. Значит, а те приборы, которые стоят непосредственно в моих лабораторных комнатах, эти приборы, которые я покупаю, я знаю, что я хочу, и я их покупаю на те деньги, которые мне дают один раз в жизни при найме на работу. Когда меня нанимают на работу как профессора, мне дают деньги, которые называются стартап. Вот этот стартап, он где-то колеблется от полумиллиона до миллиона в зависимости от ситуации в разных университетах. Ну, где-то, может быть, даже и больше. В Техасе можно получить и 3 миллиона. Но это в Техасе. Значит, вот я получил где-то порядка 800 тысяч, чуть меньше миллиона, и, значит, я накупил какие-то приборы оптические, электрохимические, ну, и всякая мелочевка лабораторная. Значит, вот это было 15 лет назад, с тех пор, значит, на этих приборах я должен работать. Значит, купить что-то новое практически невозможно, потому что те деньги, которые я получаю в финансировании, их с трудом хватает на поддержку студентов и постдоков. Купить какой-то прибор, который стоит, скажем, 50 тысяч, совершенно невозможно. А взять и варьбе... Евгений, а можно ли эти деньги, которые выделили в самом начале, скажем так, растянуть на какое-то время? То есть, там, 3 года, 4 года, что-то покупать? И да, и нет. Это зависит от политики университета. В некоторых университетах есть требование, что ты должен эти деньги скушать за один год или максимум за два. В некоторых университетах разрешается это дело растягивать. Но, как правило, это не поощряется. Обычно, значит, получив деньги, купи то, что нужно и пользуйся. Тут еще в чате вопрос от Анны Шаневой. Так, сейчас его открою. Расскажите, рассматривали ли вы вариант вернуться в Россию после работы в Израиле? Вот такой вот вопрос. Нет, не рассматривал. Спасибо. Короткий ответ. Я не хочу вдаваться, так сказать, в политические и экономические объяснения. Я думаю, что многие могут понять без моих объяснений, но я не рассматриваю такого варианта. И я не был в России никогда после отъезда. поддерживаю Россию. Хотя я ничего против не имею. То есть я абсолютно, кажется, поддерживаю Россию. Ну, по крайней мере, в тех рамках, которых это разумный человек может делать. Спасибо. Еще какие-то вопросы? А, я, кстати, могу добавить, что я с громадным удовольствием получаю студентов из России. Ну, или, скажем так, не обязательно из России, а, скажем, русскоговорящих. Постсоветское пространство. Постсоветское пространство. Совершенно верно. Это могут быть люди из Украины, из Казахстана. Значит, я очень-очень рад, когда такие люди когда приезжают, и их, к сожалению, немного. Вот сейчас у меня, я сказал, два студента, такие, кстати говоря, пара, мальчика, девочка, они не женаты, но они вместе. О, как интересно. Я думаю, что им очень сильно повезло, потому что, значит, достаточно трудно попасть двум людям одновременно в одну и ту же лабораторию, потому что, как правило, не бывает одновременно две открытые позиции. Кроме того, значит, им повезло, что с ними работает в лаборатории человек, который может им все объяснить на русском языке, это доктор из, с Украины, и профессор, который может им объяснить, как я, тоже на русском языке. Значит, это, это хорошо и плохо. Это хорошо, потому что им гораздо легче и приятнее. Это плохо, потому что их английский не улучшается, хотя он достаточно приличный. Но с другими студентами и с другими профессорами они, естественно, общаются на английском. Конечно, да, действительно интересно, что именно пара, когда у профессоров... Кстати, очень приятные ребята, я очень люблю их. А они, на какой стадии они уже пишут свои работы докторские или только к вам приехали? Они пока работают над своими проектами. Значит, первый проект они закончили, и, значит, я в ближайшие несколько месяцев должен сформулировать статью по этому проекту. Они сейчас работают над вторым проектом. Значит, но они только начали, только год у них первый прошел. Они будут, по крайней мере, года 3-4, может быть, даже чуть больше. Я понял. Спасибо. К сожалению, они не выездные, как я уже объяснял, у них проблема с визами, если они выйдут, они новую визу не получат. Так, я, как понимаю, вопросов нет больше у нас присутствующих. Я думаю, к Евгению можно будет обратиться, как в самом начале он говорил, что можно будет и написать, и даже созвониться по каким-то по поводу контактов. Можно написать нам в Ассоциацию выпускников Менделеевцы. Мы без проблем предоставим контакты ваши, Евгений? Можно же так говорить? Найти меня очень просто. Точно так же, как какого-нибудь знаменитого актера. Дело в том, что мое имя мелькает на интернете со страшной силой. Значит, если вы просто войдете в Google и наберете Евгений Кац, ну, естественно, латинскими буквами, Кац пишется с буквой Z на конце, K-A-T-Z. Если вы даже просто напишите K-A-T-Z, Кац и Clarkson University, вы мгновенно попадаете в первых же линках на Google на мой веб-сайт, персональный веб-сайт в Clarkson. И там есть все контактные информации и легко найти, очень легко найти. И, значит, я буду очень счастлив ответить на любые вопросы. Могу чем-то помочь вам с советом. Если у вас есть какие-то проблемы с публикациями ваших статей, если вы хотите какие-то советы, как это надо делать, к сожалению, многие не знают тривиальных вещей. И совет вам был бы очень полезен. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, я буду счастлив с вами или переписываться, или разговаривать по Zoom или Skype. Спасибо большое, прям огромное спасибо за ваш доклад, за то, что вы смогли выступить и с разницей во времени, и со всеми прочими. Очень было приятно слушать. Я, как, знаете, уже третью неделю, наверное, повторяюсь и повторюсь, у нас идут доклады наших выпускников и абсолютно с разных областей. Кто-то у нас с промышленности, кто-то из науки, опять же, там у нас профессор Гуриков выступал с Гамбурга, вы из штата Нью-Йорк выступаете. То есть, это прям расширение познания наших слушателей, меня лично, это очень приятно слушать такие разные абсолютно темы и в разных областях развиваться. Гаврион, у меня будет очень большая просьба, когда у вас будут следующие такие митинги онлайн, присылайте мне, пожалуйста, информацию с соответствующим линком на это дело, я буду счастлив присоединиться и в качестве слушателя послушать, что другие люди рассказывают. Конечно. У нас все лекции в записи, вы можете в любой момент открыть вот наш сайт и посмотреть любую лекцию, то есть, все лекции мы выкладываем в записи. Светлана, да, это те, которые, скажем так, были, мы ссылки дадим, а все-таки присутствовать онлайн и задать вопрос, это тоже очень сложно, когда в Москве 10-11 утра. Я понял, значит, у вас же обычно разговоры идут тогда, когда у меня ночь. Да, да, да. Ну, хорошо, все равно, кажется, и все равно присылайте, пожалуйста, ссылочки, и я посмотрю, может быть, я когда-то смогу посоединиться. Потом, может быть, вы с европейцами встречаетесь не так поздно для меня. У вас же тоже с Европой разница, скажем, там, 2-3 часа. Да, 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 так и есть. Ну, посмотрим, мы обязательно будем присылать, потому что у нас намечены наши выпускники, тоже физико-химического факультета, которые работают в Фазере в Америке. Поэтому обязательно будем присылать, потому что это интересно, конечно, по всему миру, и некоторые лекции пойдут именно в 19 часов. Еще раз, спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо за вашу время, за ваш интерес. Спасибо, пока. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое.